Всем привет, это Павел Билинский и с вами Бегущий Человек. В США появился первый смертник трансгендер. Пионером гендерной революции в полку приговоренных к высшей мере стала Эмбер Маклафлин, которую осудили за изнасилование и жестокое убийство подружки в 2003 году. Собственно, тогда Эмбер была Скоттом. На Скотта, кстати, выписан и приговор. Но не так давно, находясь уже в камере смертников, мужчина поменял пол и стал Эмбер. Теперь эта симпатичная как бы дама просит у губернатора Миссури ее помиловать. Говорит, вообще ни разу не согласна с тем, что меня должны казнить по плану 3 января. Я психически нездоровый, меня убивать нельзя, это негуманно. Глава немецкого МИД Бербак выступила против прекращения огня на территории Украины на условиях России. По словам Бербак, такой вариант не положил бы конец ужасу для народа Украины, а наоборот. Она также отметила, что не имеет надежды на скорое прекращение огня. Для этого, как утверждает глава немецкой дипломатии президенту РФ Владимиру Путину, нужно лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении и покинуть территорию Украины. Сын губернатора Красноярского края Артем Ус оказался совладельцем отеля на побережье Сардинии, сообщают итальянские СМИ. Артема Уса задержали в конце октября по запросу США по обвинению в нарушении санкции и отмывании денег. Сын красноярского губернатора месяц провел за решеткой, однако позже его отпустили под домашний арест. Отель, или как указано в описании, рай, утопающий в зелени, расположен прямо на побережье Сардинии, на первой линии с видом на острова. На территории есть бассейн, фитнес-центр, теннисный корт. Цены на номера в Дон Диего начинаются от 14 тысяч рублей за сутки, а самый дорогой номер обойдется вам почти в 40 тысяч рублей за сутки проживания там. Мужик ограбил банк на 1 доллар, где-то примерно 65 рублей. Американец с огнестрелом наперевес сам подошел к консиру, забрал ничтожную сумму и попросил вызвать полицию, потому что боялся ранних присутствующих огнестрелом. После этого горе-вор дождался правоохранителей и сам им сдался. Зачем? Непонятно. Возможно, жизнь заперти окажется комфортнее, чем на воле. Согласно девятому пакету санкций, приостановлены лицензии на обещание у каналов НТВ, НТВ «Мир», «Россия-1», «Рент-В» и «Первый канал». С сегодняшнего дня гражданам ЕС запрещено занимать какие-либо должности в руководящих органах российских государственных или контролируемых государством компаний. Введены дополнительные ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому развитию оборонного сектора. Под санкции попали 168 компаний. Всероссийский банк развития регионов попал под полный запрет транзакций. ЕС разрешит запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией и космической отраслью, включив в него авиационные двигатели и их детали. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика.